ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД А как с историями, которые не связаны с войной и поисками в архивах Минобороны? Случается, что приходится искать детей, сестер, мужей? Женщина ко мне тоже обратилась из Сочи. 20 лет назад она утратила родственную связь со своим отцом. Брак расторгли, и он уехал. Опять же, почему-то в Казань уехал. Нашли мы его в Ижевске. Тоже он умер. Нашли, где он был захоронен. 20 лет она не знала, где он. То есть мы его нашли за 3 дня. То есть я хотел бы сейчас пояснить, что вот этот случай с женщиной из Сочи, то есть это фактически утрата родственных связей. В настоящее время данная категория граждан отменена. То есть раньше можно было прийти и заявить о том, что у меня пропал родственник, с которым я хочу родственную связь установить. Полиция обязана была провести проверку в случае, если в течение 3-х, 30-х, если бы они не нашли, тогда бы они завели в разыскное дело. Сейчас такого нет, сейчас только без вести пропавшая. А кто у нас без вести пропавший такой? То есть это лицо, сведения о местонахождении и судьбе которого неизвестный. Вышел в магазин за хлебом и внезапно пропал без видимых на то причин. А утрата родственных связей, например, вот есть у вас какой-то родственник, уехал куда-то на лахту, выходил, выходил на связь, потом перестал выходить. Был же такой же случай, мужчина уехал из семьи, так сказать, на лахту, и вот его год уже целого нет. Женщина ко мне обратилась, оказывается, что с него там другая уже семья. Сейчас мы к разводному процессу будем готовиться. Восстановление родственных связей не проблема, если правильно спрашивать в нужных местах. Юрист Роман Дударев в этом может помочь. Как правильно спросить у поисковика, как его найти, так и написать юрист Роман Дударев.